Многие ассоциируют пост с ограничениями в еде, однако истинная его цель – духовное очищение. Это время верующий проводит, молясь и помогая ближним. Служители церкви считают, что по окончанию поста к человеку приходит настоящая душевная радость и телесная лёгкость. Тогда, когда ты видишь и чувствуешь, что ты стал лучше духовно, когда тебя радуют какие-то простые вещи в этой жизни – это тоже цель достижения. На время рождественского поста приходится празднование Нового года. И возникает вопрос, можно ли верующим отмечать его. В этот день в церкви проводят молебны, настраивают прихожан на то, что грядущий год должен быть лучше предыдущего. Праздник можно встретить за накрытым столом в кругу семьи, даже постные блюда можно сделать яркими и вкусными. Однако, по мнению священнослужителей, во многом Новый год стал светлым семейным праздником именно благодаря тому, что связан с Рождеством. Если Новый год – это рождение нового периода в жизни, который составляет год, то праздник Рождества – это единожды состоявшееся событие, которое изменило навсегда и Землю, и человека, и, собственно говоря, эпоху. Рождественский пост длится 40 дней и заканчивается в ночь 6 на 7 января с восходом первой звезды. Той самой, что указала волхвам путь к младенцу Иисусу. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.